Всем привет! В эфире Amron Sun Review. И сегодня у нас небольшой обзор автомобильного пылесоса от компании Bazeus. Это уже не первое устройство у компании Bazeus такого плана. До этого я видел две модели, но это модель A3 у нас на обзоре. Это пока что самая мощная модель из имеющейся в ассортименте компании Bazeus. И давайте поговорим сегодня вообще о том, нужно ли такое устройство автомобилисту, либо проще пользоваться стационарными пылесосами, либо услугами какой-нибудь клининговой компании на той же автомойке. В общем, компания выпускает устройство вот в такой вот коробочке. Здесь у нас, собственно, изображен пылесос в реальном размере. Логотип здесь модель A3 Car Vacuum Cleaner. Здесь у нас особенности данной модели. Подсветка, металлический корпус, различные аксессуары и различные варианты использования. Сзади у нас, как обычно, идет характеристика данного устройства. То есть, батареи, 4 батареи по 2000 мА, заявленная мощность 135 Вт, входное напряжение 5 Вольт 2,1 А, шум меньше 75 дБ, порт зарядки Type-C, вес 700 грамм. Реально устройство у нас такое массивное. Ну и давайте, в общем, посмотрим, что у нас там в коробочке затесалось. Устройство я уже пользовался, поэтому слегка будут видны следы использования. И все остальное. Так как я уже и чистку в автомобиле делал, и всякое разное. В общем, что у нас внутри. Две коробочки. Здесь у нас сам пылесос. Вот в таком вот пакетике. Посмотрим попозже. И здесь у нас, чтобы не уехало, здесь у нас различные аксессуары, которые идут. Их не так много, но тем не менее, давайте это смотрим. Здесь у нас тканевый мешочек. Вот на него пакет. Вездесущие наклейки от Baseus, которые они уложат везде. Кабель Type-C небольшой, около сантиметров 20. И две насадки. Одна насадка вот такая вот с кнопочкой. То есть, либо вам щетка убирать, либо без щетки. Сразу хочу сказать, то есть, щетка здесь немного неудобная, нефункциональная. То есть, видите, щетина очень редкая. И, соответственно, функцию своего выполняют очень плохо. Но она подходит, я уже испытывал, если нужно какую-то там засохшую грязь, вот так кисточкой убрать. В общем, это первая и основная насадка для пылесоса. И вторая вот насадка. Я сначала не почитал, но она используется для выдова воздуха. То есть, можно использовать как воздуходульку данный пылесос. Больше здесь у нас, наверное, ничего нет. Вру. Здесь у нас еще, конечно же, гарантийный талон и краткая инструкция, как пользоваться данным пылесосом. Итак, давайте теперь рассмотрим поподробнее наш пылесос. С аксессуарами мы разобрались. Как заявлено, и как я уже говорил, корпус пылесоса изготовлен из металла. Он реально очень прочный. Выглядит офигенски классно. В руке лежит вот так. Достаточно небольшой, хотя вес 700 грамм заявлен, но он достаточно компактный. То есть, как я потом дальше покажу на фотографиях, он отлично вмещается в бардаче, либо в боковом кармашке автомобиля. Здесь у нас бак для мусора и, собственно, сопло, куда мусор затягивается. А сзади у нас здесь отверстие для засасывания воздуха, и оно же используется для выдава воздуха. Точнее, здесь засасывается, здесь выдувается. Одна единственная кнопка включения и три светодиодных индикатора. Здесь у нас порт Type-C. Ну и здесь, опять же, небольшие характеристики. Бак открывается вот таким вот поворотом. Здесь у нас, видите, внутренности. Я его не вскрывал, потому как я посмотрел, вскрыть его, наверное, будет довольно проблематично. Честно говоря, даже не знаю, как это сделать. Но, надеюсь, он проработает очень долго. Здесь у нас, смотрите, вот так вот аккуратно достается фильтр. Здесь закреплен вот такой вот резиновый стопорок, чтобы пыль не выходила назад, не высыпалась. Фильтр состоит из двух частей. Здесь металлический фильтр и здесь уже хипофильтр для мелкого пыли. Вот. Фильтры эти заменяемые, но, честно говоря, цена меня пока не радует. Возможно, потом она будет ниже, либо, возможно, появятся какие-нибудь другие фильтры. Один фильтр вот такой вот набор стоит около, я не помню, в 6 или 7 долларов. То есть, как бы, многовато. Хотя, учитывая цену устройства, в принципе, да. И, в общем, здесь, вот в этой части, у нас набирается весь мусор, который мы собираем. Одевается назад, проворачивается и всё. Кнопочки. Она же включение и она же кнопка активации подсветки пылесоса. Ну, сейчас давайте выключим освещение и посмотрим, как она работает. То есть, надо долго нажать и вот у нас включилась вот такая подсветка. Вот, смотрите. В принципе, в труднодоступных местах подсветить, если там мусор достаточно. Или как использовать как такой автомобильный небольшой фонарик, что-то там подсветить. Точно так же, двойным нажатием она выключается. Плюс, смотрите, индикация. Эти три индикатора показывают уровень зарядки и в процессе зарядки они вот бегают вверх-вниз. Сейчас у меня здесь два давления из трёх доступных. То есть, я им пользовался и, конечно же, немного разрядил. По, скажем так, продолжительности работы точное время я не засекал, но мне одного заряда хватило полностью пропылесосить автомобиль и потом ещё заниматься выдувом мусора из компьютера. Заряжается он у меня, он был не полностью разряжен, скажем так, заряжался где-то около двух часов. По работе. Вы слышали шум. Здесь есть всего лишь две скорости, скажем так, выдува и всасывание. Первая. И вторая. Точно так же вот как у нас одеваются, допустим, насадки. Раз. Всё. То есть, насадка одета. Если надо, что-то щёточкой пылесосить. либо нажимаем кнопочку и натянем её. Вторая насадка одевается сзади и служит для выдува пыли из различных мест. Дальше видео я покажу, то есть, как я пропылесосил в автомобиле немного. И самое вот, в принципе, это основное сейчас будет его назначение, так как пылесосить в автомобиле я буду не каждый день, естественно, но чаще всего я буду использовать как воздуходуйку для выдува пыли из системных блоков, которые периодически мне приносят на ремонт. То есть, нажимаете. Здесь тоже есть небольшой лайфхак. То есть, мощность выдувания воздуха, скажем так, намного увеличивается, если снять бачок для мусора. То есть, поняли, да? Сразу, реально, несколько раз она увеличивается. Ну, сейчас давайте я включу нарезочку по уборке при помощи, с помощью этого пылесоса. Ну, при первом попробуем режим выдума. Вот у меня здесь пыль скопилась. теперь смотрим, сколько мусора осталось. пыль скопилась. В общем, друзья, еще одно применение пылесоса от базеус, это выдав пыли из системного блока. Внутри помещения все-таки это рекомендую делать. Либо хотя бы делать это на балконе, как я, с открытым окном. пылесоса от базеусом. А теперь, если такой лайфхак, если снять вот эту часть, переток воздуха увеличится и, соответственно, увеличивается мощность выдула по сравнению. По сравнению. � пылесоса а geldниров 파 Гр Monsters разочной веществ proteфины и истиненного обработка. В общем, друзья, небольшие выводы. Несмотря на довольно-таки высокую цену для автомобильного пылесоса у компании, Базеуса получилось хорошее устройство. И хотя, если взять, допустим, не основную функцию, а функцию воздуходовки, то это вообще даже очень шикарная вещь. Так как устройство для чистки компьютера я лично покупал на Амазоне, оно стоило около 100 долларов, при том, что еще плюс доставка. Этот пылесос мои, допустим, нужды по чистке системных блоков и ноутбуков перекрывает на все 100%. В качестве пылесоса в автомобиле, конечно же, его использовать можно и нужно. Я не буду говорить, что это маленький пылесос является полноценной заменой стационарных пылесосов. Мощности все-таки не те, понимаете, компактность, все такое. Но, тем не менее, он может довольно-таки качественно убрать, помочь вам сделать уборку вашим автомобилем. Сидения, коврики почистить получится у вас на ура. И, в принципе, несмотря на свою высокую цену, он, я думаю, себя оправдывает. Но из минусов я хотел бы отметить, конечно, высокую цену на расходные материалы. В общем, спасибо всем за просмотр. Надеюсь, вам понравилось. До новых встреч. Пока.